Девушки отдыхают Энтони Сми, Чиаран Мэдден, Джесс Конрад, Труди Стайлер Энтони Сми, Чиаран Мэдден, Джесс Конрад, Труди Стайлер Энтони Сми, Чиаран Мэдден, Джесс Конрад, Труди Стайлер Артур Мэдден, Джесс Конрад, Труди Стайлер Энтони Сми, Чиаран Мэдден, Джесс Конрад, Труди Стайлер Артур Долли Мэри сказала, что в библиотеке лежит тело Повтори еще раз В библиотеке лежит тело, так сказала Мэри Невозможно Ты все это выдумала Я ничего не выдумывала Я уже говорил тебе, что не стоит читать на ночь такие вещи Артур Почему Мэри не раздвинула шторы? Артур Я не собираюсь спускаться и спрашивать, лежит ли в моей библиотеке труп Артур Артур Я просил ничего не трогать до вашего прихода, сэр Мне позвонить в полицию? Артур А вы что, серьезно утверждаете, что в моей библиотеке лежит мертвое тело? Может быть, вы сами посмотрите Алло, полиция Сейчас Билл Билл Это тебя Меня? Алло Кто это? Ну что? Это действительно правда Ну, Артур Я знаю Это просто невероятно Ты, наверное, уже вся извелась, да? Тело в нашей библиотеке Дорогой Однако Оно там Послушай, дорогая Поскольку здесь такая неразбериха Ты не хотела бы пригласить кое-кого? Какая прекрасная идея, Артур Да, очень хорошо, Эстер Всегда помни, что нужно делать аккуратную горку, а не просто сваливать в кучу Да, мэм У тебя хорошо получается Молодец Спасибо, мэм Спасибо, мэм Боже мой Интересно Так рано Сент-Мэри Ми 35 Это ты, Джейн? Ты так рано встала, Долли Боже мой Мы только что нашли в нашей библиотеке труп Я сейчас заеду за тобой, чтобы ты могла взглянуть на него, пока не пришел констебль полк Долли, о чем ты говоришь? Какой еще труп? Настоящий Мы раньше никогда ее не видели Можно было подумать, что это какая-то шутка, но она мертва Она блондинка Платиновая блондинка В нашей библиотеке Ты ведь согласишься приехать, правда? Да-да, инспектор Слэк там? Будьте добры, инспектора Слэка Ты перепутал пуговицы Вот тебе и полковник Как это возможно, что полковник никогда ее не видел и не знает, как она попала в его библиотеку? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Билл! Билл! Куда вы едете? В Гассингтон холл. Подождите меня! С Артуром так тяжело. Он и подумать не может, что мне все это даже нравится. Но я ведь совсем не знаю эту девушку. Все это очень странно. Но ведь люди просто так не попадают в чужой дом. Она здесь, Джейн. Вот так вот. Теперь ты видишь, что я имею в виду? Да, да. Вижу. Я согласна. Все довольно странно. Она очень молода. Да. Да, мне тоже так кажется. Это констебель полк. Все в порядке, Мэри. Я сам открою. Ты можешь идти. Нет, лучше оставься здесь. Здравствуйте, полк. Здравствуйте, полковник. Надеюсь, я не опоздал. Скажите, это вы пригласили сюда главного констебля? Нет, я... Здравствуйте, Бентри. Я только что услышал новости и вот решил заскочить по дороге. Это вы никак не могли пропустить, не так ли? А инспектор Слэк уже прибыл? Слэк, нет. Давайте посмотрим. Идите в библиотеку, констебль. Я присоединюсь к вам через минуту. Мэри проводит вас. Мэри. Проводи констебля в библиотеку. Спасибо, полковник. Пойдемте в дом. Это, наверное, настоящий шок для вас. Как это пережила Долли? У нее сильный характер. Пока что она держится совсем неплохо. Мадам. Мисс Март. Доброе утро, Билл. Не волнуйтесь, констебль, мы ничего не трогали. Это знает даже начинающий читатель детективов. Так вы говорите, никогда не видели эту девушку? Никогда в жизни. Полковник Мелчит. Как поживаете? Здравствуйте, миссис Бентри. И восхитительная мисс Марпл. Которая, как я вижу, опередила меня. Доброе утро, главный констебль. Он правильно говорит, Джейн. Ты восхитительная. И я не знала, что вы знакомы. Да-да, мы старые приятели. Я давно говорил, что мисс Марпл развила то, что я называю научной интуицией. Просто до гениального уровня. Она говорит, что это явилось результатом жизни в английской деревне. Вы меня чтите, полковник. Но если у меня есть интуиция, то позвольте воспользоваться ею сейчас и предположить, что мое присутствие смущает вас. Иначе к чему все эти комплименты. Да, я подумал, что вы можете помешать официальному следствию. Что за ерунда, Мелчит. Нас потрясло это происшествие. Доли просто попросила Джейн приехать. Как женщина женщину. Вам может казаться, что она абсолютно спокойна, но кто знает, как поведет себя человек в такой ситуации. У нас осталось что-нибудь на завтрак? Я не притронулся к завтраку. Не знаю, в каком я состоянии, но мне кажется, что я могла бы съесть слона. Джейн. Хорошо, а мы пока что осмотрим библиотеку. Я покажу вам. Спасибо, Лоример. Спасибо, Лоример. Ну, Джейн. Она немного напоминает мне Эдди, младшую дочь мисси Чеффи. Наверное, потому что эта бедняжка грызла ногти. Да. Эдди тоже любила дешевые украшения. Это сатиновое платье, которое на ней надето? Да, оно очень низкого качества, да? Но что она делала в библиотеке Артура? Она одета вовсе не так, как грабительница, не так ли? Скорее, она собиралась на танцы. Или на прием. Да, но мы не устраиваем приемов. По крайней мере, таких приемов, не правда ли? Что? О, нет. Но, Джейн, я же знала его мать. Это не важно. Селина? Селина Блейк необычайно милая женщина, и у нее самый красивый цветочный бордюр в стране. К тому же, у Артура при упоминании имени Базила Блейка поднимается кровяное давление. Я тебе не говорила, что Базил Блейк оскорбил Артура. Он говорил ужасные вещи об армии, королеве и тому подобное, а потом назвал Артура ископаемым в мундире и так далее. А какие костюмы он носит? Мне кажется, его костюмы под стать его разговором. И имеет целью произвести тот же эффект. Он был очаровательным ребенком. Судя по фотографии в сегодняшней газете, убийца из Чевио тоже был очаровательным ребенком. Джейн, ты что, серьезно? Нет, нет, я просто пытаюсь выяснить, как эта девушка могла попасть сюда. Ведь Базил Блейк устраивает вечеринки. Ты помнишь, что было в прошлом году? По Сент-Мэри Мит всю ночь ездили машины. Да, но, по-моему, это были люди из кинокомпании. Кажется, по выходным он часто привозит домой молодую женщину. Блондинку. Платиновую блондинку. Скажите полковнику, что мои люди перекроют все доступы к библиотеке. Боже мой. И чтобы никто не покидал дом. Прекрасно, Слак. Молодая леди проводит вас. Так, ребята, следуйте за этой леди. Пошли. Пошевеливайтесь, я не собираюсь торчать здесь весь день. Предварительный допрос не займет много времени, сэр. Мы поговорим позже. Хорошо, сэр. Кто это? Инспектор Слак. Крайне неподходящее имя. У меня от него голова болит. Это обычная процедура, ничего не трогайте, пока я лично не осмотрю. Потом можете продолжить. Мне кажется, будет лучше, если вы расскажете, что делали вечером. Что я делал? Возможно, вы вспомните какие-нибудь детали, которые помогут пролить свет на это дело. Хорошо. С чего мне начать? Вы вчера ужинали дома? Да. В 7.30, как обычно. Я вышел из-за стола где-то в четверть девятого и поехал в Матч Бенхэм. Я казначаю ассоциацией Матч Бенхэм. Наша встреча продлилась не очень долго. Когда мы вышли на улицу, шел сильный дождь. Передайте привет жене. Спасибо, вы тоже. Благодарю вас. Спокойной ночи. Спасибо. 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 Какое сзем. Спасибо. Значит, вы вернулись без четверти двенадцать. Да. Заходили в библиотеку? Нет. Жаль. В этом не было необходимости. Я устал, промок до нитки, принял душ и сразу лег в постель. Войдите. Прошу прощения. Прошу вас. Что случилось, Лак? Можно вас на пару слов? Хорошо. Прошу меня извинить. Приехал доктор Хейдек. Я не могу продолжать расследование, пока он осматривает тело. Поэтому я отправляюсь в управление. А что вы там забыли? Списки пропавших. Мне сказали, что у них есть подходящая кандидатура. Молодая женщина из большого отеля в Дейнмуте. Я знаю, что это в пятнадцати милях отсюда, но это всего лишь получасе езды. Хорошо. Я все проверю. Очень хорошо. Итак, на чем мы остановились? Я лег спать. Да. Кто-нибудь еще был в доме? Нет, Доли уже спала. Лоремер уходит домой примерно в одиннадцать. Что вам известно о Лоремере? Он был моим ординарцем. Первоклассный парень, лучший из прислуги. Я практически вырос с ним. Я знаю его очень давно. После войны нам понадобилась помощь по дому. Доли говорит, что нам очень повезло с ним. Нет, нет, нет. Он лучший из всех. Послушайте, Бентри. Я хочу, чтобы вы сказали мне абсолютно честно, что никогда раньше не видели эту девушку. Я уже сказал. Это только между нами. Если вы были как-то связаны с этой девушкой, то лучше вам признаться в этом. Я вовсе не утверждаю, что это вы убили ее. Но не поймите меня неправильно. Ведь она лежит в вашей библиотеке. Я уже сказал вам, Мелчат. Никогда раньше не видел эту девушку. Вы мне не верите? А теперь прошу меня извинить. Можете выпить кофе в столовой? Так, вот еще несколько отпечатков. Вам сюда нельзя, сэр. Нельзя? Но, сэр! Я иду на охоту. Простите, он ворвался сюда. Я не смог остановить. Боюсь, что я слишком много ем. Джейн, ты уверена, что не хочешь присоединиться? Абсолютно уверена. Боже мой. Артур говорил про кофе. Разумеется, полковник Мелчат. Входите. Артур расстроен. Я знаю, что он чем-то расстроен, раз отправляется на ферму. Там мы держим свиней. Свиньи очень успокаивают. Они философы в мире животных. Но когда Артур берет с собой ружье, это значит, что он очень расстроен. А какая тут связь? Он берет с собой ружье, чтобы сделать вид, что идет вовсе не на ферму. А это значит, что он притворяется, что вовсе не расстроен. Что, естественно, не так. Совсем не так. Боюсь, что я послужил причиной. Так неприятно допрашивать соседа. Я уверена, что вы были тактичны. Но для него это настоящий шок. Бедняга. Он ведь уже давно не охотится. Полковник Мелчат, мы можем вам чем-то помочь? Вы нет. А вот мисс Марп может. Вероятно, у нее уже есть объяснение всему случившемуся. Нет, нет, ничего подобного. Уверяю вас. Ерунда. Она практически уже раскрыла это дело. Расскажи ему о Базиле Блейке. Долли. Субтитры сделал DimaTorzok Да? Я полковник Мелчат, главный констебль. Подруга вашей матери попросила меня поговорить с вами. Вот как? Это неофициально. Вы должны быть заметили, что я уже не ношу школьную форму. Мистер Блейк, я хочу, чтобы наша встреча осталась между нами. Но я пришел к вам как полицейский. Позвольте войти? Почему нет? Чувствуйте себя как дома. Спасибо. Вы рано встаете, мистер Блейк. Вовсе нет. Я еще не ложился. Вот как. А что, это так странно, главный констебль? Возможно, нет. Я был на вечеринке. Всю ночь. Разумеется. Это была оргия. Там происходило такое, что выходит за рамки вашего профессионального воображения. Я вернулся на рассвете. Выпейте? Нет, благодарю вас. Мистер Блейк, вы проводите выходные в одиночестве? По-моему, да. Вам так не кажется. Я знаю, что к вам обычно приезжает молодая женщина. Блондинка. А, это что, преступление? Что вам еще наговорили эти деревенские ведьмы? С каких пор внебрачная связь считается преступлением? Мистер Блейк, я здесь потому, что одна молодая женщина, блондинка, была убита. Блондинка? Где? В Гассингтон-Холле. В Гассингтоне? У стариков Бентри? Этот старый служака. Мистер Блейк, я бы попросил, я не поставляю блондинок в близлежащие деревни. У меня всего одна блондинка, и я ее не терял. Я знаю, где она. Ваша версия не подтвердилась, главный констебль. Похоже, это моя расчудесная блондинка. Зря вы отказались выпить. Блейк! Блейк, негодяй, где ты был? Блейк! Какого черта? Зачем ты убежал от меня? Если я беру тебя на вечеринку, то ожидаю достойного поведения. Ты не должна была путаться с сожалевшими венгерами. А если путаешься, то делай это незаметно. На это неприятно смотреть. Ты жалкий лицемер. Познакомься. Это главный констебль округа. Приятно познакомиться. Ну вот, полковник. Моя блондинка так и пышет здоровьем. Поэтому займитесь лучше блондинкой Бентри. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро, мистер Старк Доброе утро, миссис Джефферсон Ну ладно, тогда Рэй Это полицейская машина стоит на улице? Да, инспектор Ластрид прислал своего помощника к Прескоту Они уже нашли Руби? Наверное, нет. Он был бы менее официален, если бы дело было раскрыто Сообщи мне, если что-нибудь узнаешь Мне пора идти, к старику пришел врач Если что-нибудь узнаешь, Рэй Конечно Ее зовут Руби Кин, она наша танцовщица Худая, среднего роста, скорее даже миниатюрная Благодарю вас Ей 18 лет, светлые волосы, голубые глаза Мне кажется, она очень ничего Хорошо, у вас есть ее фотография? Она приносила одну фотографию для рекламы Но неделю назад ее украли из витрины Это иногда случается, мне очень жаль Тогда мне понадобится кто-нибудь, кто мог бы опознать тело Господи Но вы ничего не сказали Это была авария? Убийство Боже мой Боже мой Успокойтесь, мы ведем расследование Господи Вы еще здесь, хорошо У вас есть журнал? Да Послушайте Насчет этой девушки Руби, вы нашли ее? Мы нашли тело Это она? Неизвестно Нам нужен кто-то, кто бы ее опознал Я понимаю Мы все знали ее, но у нее есть кузина, ее зовут Джози Осторожней Я могу вам помочь? Инспектор, я Джозефина Тернер Я могу вам чем-нибудь помочь? Надеюсь, что да, мисс Тернер КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Примерно... С половины одиннадцатого я играла в бридж с семьей Джефферсонов... Руби танцевала с одним из своих партнеров... Это длилось... Где-то до одиннадцати... Продолжение следует... Продолжение следует... Потом я помню... Как Рэй сказал, что она не явилась к своему выходу в полночь... И мы пошли ее искать... Мы должны выходить вовремя... Да, я знаю, нельзя опаздывать... Мы там уже искали, ты несешь за нее ответственность... Я не знаю, может она на маленькой террасе... Туда можно попасть только из комнаты Прескота... Где же она? Тогда давай поищем где-нибудь еще... Джози, мы везде искали. Пойдем. Уже без четверти два. Уже слишком поздно что-то предпринимать. Завтра разбуди эту озорницу пораньше. Мы проучим ее как следует. Пусть ей это будет уроком. Хорошая идея. Кто заявил об исчезновении? Мистер Джефферсон. Он один из ваших партнеров по Бриджу, да? Да. Мне показалось, я встретил небольшое сопротивление со стороны управляющего. Мистер Джефферсон один из самых богатых гостей отеля? Да. Но почему он? Я думаю, он испытывал слабость в Крубе. Он инвалид, очень нервный человек. Понятно. Мы с ним поговорим. А ваша кузина когда-нибудь упоминала Гассингтон? Гассингтон? Да, Гассингтон Холл. Впервые слышу. Там мы нашли ее тело. Гассингтон Холл. Как странно. Вы случайно не знакомы с полковником или миссис Бентри? Нет. А с мистером Байзелом Блэйком? Кажется, это имя я слышала. Прошу прощения, сэр. Можно вас на пару слов? Наедине. Хорошо. Извините, мисс. Ну и что, полковник? Полковник Бентри обетал Маджестик на прошлой неделе. В журнале есть записи о заказе столика. Что вы хотите сказать? Полковник ваш друг, сэр. И что? Я думаю, стоит отвезти мисс Тернер в Гассингтон Холл. Возможно, это правда, что она никогда не встречалась с полковником, но с другой стороны, возможно, что это и не так. Мисс Тернер, вы не окажете нам еще одну услугу. Вы могли бы поехать с нами в Гассингтон Холл? Она лежала здесь, на ковре. Я ничего не понимаю, правда. А мы уж и подавно. Я имею в виду, что в таком месте. Как вы думаете, скоро вернется ваш старик? Не грусти, Лисинда. Эта сетка ни на что не годится. Лоремер, где мои тапочки? Долли, если не хочешь, чтобы я приносил в дом грязь, попроси Лоремера заменить решетку и дать мне тапочки. Война давно закончилась. Здравствуйте. Это мисс Тернер. Артур Бентри. Рада познакомиться. Мисс Тернер была в морге на опознании тела, Артур. Она ее кузина. Как это неприятно. Мне очень жаль. Вы из наших краев? Мисс Тернер работает в Маджестик. Маджестик? Да. В Дэнмете? Да. Какое совпадение. Почему вы так говорите? В Маджестике становился старик Джефферсон. Он подвел меня, прислал мне открытку, а сам не пришел. Извините, Бентри. Не могли бы вы рассказать поподробнее? Конечно. Разумеется. Конуэй Джефферсон прислал мне открытку, в которой говорилось, что он остановился в Дэнмете. Наша ассоциация устраивала встречу в Дэнмете. Поэтому я договорился пообедать с ним в Маджестик. Да, когда это было? В прошлый четверг. Да, в четверг. Но, как мне передали, Джефферсон почувствовал себя хуже. А Марк и Аделаида ушли в кино, поэтому я обедал один. По четвергам у нашего повара выходной, поэтому не было причин торопиться к холодному мясу и салату. Вот так. Сначала нет алиби, а теперь еще это. Я по уши завяз в этом, не так ли? Не говори глупости, Артур. Я уверена, что Джейн уже все распутала. Джейн, у тебя есть какое-нибудь объяснение? У меня есть объяснение. Разумеется, это мои личные догадки. Да. Томми Бонда, наша новая школьная учительница, миссис Мартин. Она подошла, чтобы перевезти часы, а оттуда выпрыгнула лягушка. Я подожду вас в машине, мисс Тернер. А как старик Коновый, ему лучше? Он прекрасно держится, он не унывает. А семья, Марк, Аделаида, они в порядке? Да. Да, да. Мисс Тернер, с ними все в порядке? Насколько я помню, они очень приятные люди. Да, очень приятные. Ну что же, всего хорошего. Бентри, я подумал. Я надеюсь, вы понимаете. Слак, я сейчас вернусь, мисс Тернер. Сэр? Возможно, в последнее время у Руби Кин не было постоянного партнера, но мне кажется, кто-то у нее был. Выясните это. Потом займитесь этим парнем Блейком. Он утверждает, что всю ночь был на вечеринке. Я хочу точно знать, когда он ушел. Завтра воскресенье, поэтому начните с отеля. И, пожалуйста, не подпускайте прессу, иначе станет просто невыносимо. И договоритесь о встрече с этим Джефферсоном. Возможно, я поеду с вами. Вы все поняли? Позвоните мне. Я все понял, сэр. И еще насчет полковника Бентри. Что? Отличная работа. Всегда лучше лишний раз убедиться. Джейн, что ты думаешь о мисс Тернер? Эту женщину что-то беспокоит. Все было хорошо, пока не зашел разговор о Джефферсонах. Ее манеры сразу изменились. Ее совсем не расстроила смерть кузины. Ты права. Я думаю, они не очень ладили. Мне показалось, что она скорее разозлилась. Что такое? Ничего. Я нашел тело. Малком, ты меня чуть не убил. Я нашел тело. Ты слишком нервничаешь. Мы все его видели. Успокойся. Когда его увезут, они уже забрали его. Теперь остается раскрыть преступление. Что такое? Что с тобой? Мое тело. Нет, нет, нет. Оно не твое, приятель. Это я нашел его? Нет, его нашла Мэри. Я нашел его. Это мое тело. Малком, хорошо. Хорошо. Если хочешь, можешь сказать, что это ты нашел его. Я думаю, Мэри не будет возражать. Мне пора. Передай привет матери. Джейн, ты не хотела бы провести несколько дней в Дейнмуте, в отеле Маджестик? Ты могла бы посмотреть, где работала бедная девочка и так далее? Что скажешь? Доли, я не очень люблю отели, но если ты так считаешь... Я поеду с тобой. Мы возьмем номер на двоих. Не знаю, мне кажется... Мне кажется, что нужно уехать отсюда ненадолго. Меня так все это расстроило. Пусть все успокоится. Не хочу, чтобы Артур ломал себе голову. Ему это совсем не идет. Я могу заказать номер на завтра. Ты не возражаешь? Я была бы этому очень рада. Да. Я думаю, морской воздух пойдет нам на пользу. Ты ведь все понимаешь, Джейн. Так? Да. Понимаю. Об этом все будут говорить. Это так несправедливо. Он иногда заглядывается на молоденьких девочек, которые играют в теннис, и все. Как все старики. Он никому не причинил зла. Никогда. В конце концов, у меня есть мой сад. Вот так хорошо. Я буду делать это. Ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала, Джефферсон, сэр. Слак, пожалуй, я сам займусь Джефферсоном. Не стоит его пугать. А вы подготовьте все улики. Я загляну попозже. Мистер Джефферсон любит тратить деньги. Да, он всегда останавливается в апартаментах принцессы Елизаветы. Вся семья заказывает лучшие блюда. Он любит бургундское. Никогда не пьет помарт. Да, он любит все самое лучшее. И мы обеспечиваем ему это. Хотя иногда мне кажется, что ему просто нравится сорить деньгами. Его невестка, миссис Аделаила Джефферсон, живет в смежном номере. Он потерял обоих детей в авиакатастрофе. Мистер Гаскел, его зять, живет этажом выше. Доброе утро, миссис Джефферсон. Это полковник Мелчут. Благодарю вас, Прескотт. Я все понимаю. Да, конечно. Мой свелкор ждет вас, главный Константин. Я буду вам признательна, если вы не задержите его надолго. Он не очень хорошо себя чувствует. Доброе утро, полковник Мелчут. Я Конуэй Джефферсон. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Будьте добры, закажите нам две чашки кофе. Разумеется, мэм. Спасибо. Джейн, это то, что нужно. Морской воздух. Джейн, как ты думаешь? Джейн, как ты думаешь? Насколько я понимаю, это вы вчера утром настояли на том, чтобы управляющий позвонил в полицию. Это так. Могу я спросить, почему вы проявили такой интерес к этой девушке? Это был не просто интерес. Я собирался удочерить ее. Руби Кейн должна была стать моей дочерью. Вот мы и здесь, Джейн. Правда, здесь очень мило? Почему у меня в голове такая путаница? У тебя? Да, у меня все перемешалось. Мысли скачут. Я не понимаю, что к чему. Эту бедняжку убили. С этим что-то связано. Но только пока я не знаю, что. Я пока не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я нашел тело! Я нашел тело!